Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущий Евгений Агарков. Верховная Рада поддержала за основу законопроекта внесения изменений в закон о столице Украины, городе-герое Киеве, авторство народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко. Дата выборов в документе пока не указывается. Что изменится для киевлян, говорим с начальником Главного управления юстиции Киева Станиславом Куценко. Приветствую вас, Станислав, в нашей студии. Было подано как минимум три законопроекта на моей памяти о столице, остановились на законопроекте Ткаченко. Что вы можете сказать об этом законопроекте и о тех, которые не рассматривались в Верховной Раде? Здравствуйте. Во-первых, в этом законопроекте, который был принят за основу, в нем максимально детально расписано все, что ждет столицу. Потому что еще три законопроекта были более косметические, и они кардинальных изменений не вносили в систему взаимодействия в городе Киеве. Этот законопроект предусматривает, что будет как минимум разделение власти в Киеве на три ветви. Это Киевский городской совет, это Киевский магистрат, и это Киевская городская государственная администрация. Также ряд законопроектов предусматривали введение районных советов в городе Киеве, которые были раньше здесь. И этот законопроект тоже предусматривает, который был проголосован на первом чтении, что районные советы возвращаются, но не на этих выборах, а на следующих очередных. Во всяком случае, это первое чтение. Возможно, еще правки во втором чтении, поэтому мы можем увидеть некоторые другие изменения. И дату выборов тоже мы будем знать после голосования во втором чтении. Если говорить о тех пунктах, которые бы вы изменили, что это должно было, что необходимо изменить, по вашему мнению? Или законопроект полностью готов ко второму чтению? Вы знаете, я для себя чувствую, что это компромиссный законопроект, потому что у города Киева особый статус, с одной стороны. С другой стороны, это отдельный город, который должен иметь свое самоуправление. О чем это говорит? О том, что в Украине есть регионы, и там есть обла администрации. В Киеве тоже есть администрация, и это фактически уделы президента и кабинета министров в регионах, потому что через них они реализовывают свою политику. Фактически это должна быть киевская городская администрация. Но с другой стороны, есть воля киевлян, они избирают мэра, и именно хотят, чтобы он исполнял власть в городе Киеве. Закон, когда предусмотрел три ветви власти в городе Киеве, назовем это так, эту проблему решил. То есть, что сейчас будет? Киевский городской свет будет принимать некоторые решения для того, чтобы город развивался. Киевский магистрат будет его исполнительной ветвью власти в городе Киеве. Если взять масштабы страны, просто в город Киев переместить. И глава Киевской городской администрации, которая будет назначаться президентом по предоставлению кабинета министров Украины, он будет совершать общий надзор за выполнением Конституции, законов Украины на территории города Киева, а также будет иметь эксклюзивное право. Это, кстати, самый дискуссионный момент, который надо еще дорабатывать. Глава Киевской городской администрации будет иметь право отменять акты Киевского магистрата, Киевского городского совета в интересах громады, будем так говорить, общественности города Киева. И это очень субъективный момент, потому что эти интересы, они нигде не прописаны общественности города Киева, которая будет избирать главу города. Поэтому это дает возможность широкого трактования, и это может быть по-разному использовано. С другой стороны, то, что будет магистрат, это будет означать то, что все-таки исполнительная власть в городе Киеве будет проводиться избранным городским главой, то есть мэром, и это должно решить конфликт и проблему о том, что тот, кто избирается в Киеве, не всегда угоден новоизбранному президенту. Вот вы сказали о том, что Киев это, по сути, уникальный такой город, о том, что над ним надо другое, скажем так, руководство и законодательство, но не будет ли так? Вот, допустим, просто много депутатов, которые выступили против этого законопроекта, и я бы, например, хотел комментарий Андрея Сачука из «Голоса» зачитать. Он говорит о том, что Украина — унитарное государство, на ее территории действует единая система законодательства с одинаковыми правилами и нормами, которые распространяются на всю территорию Украины. Нет никаких оснований принимать законы, которые предусматривают особое регулирование правовых отношений. То есть, ну, про столицу он говорит. Как вы прокомментируете его комментарий? Как бы там ни было, но город Киев и Севастополь, кстати, тоже всегда имели особый статус, они имели свои законы, которые регулировали их деятельность. Соответственно, это уже историческая часть, которая в Украине сложилась. И, соответственно, мы помним, что постоянно вокруг раздела власти в городе Киеве возникали вопросы, конфликты. То есть, возможно, наконец-то, благодаря этому закону вопрос будет решен. Единственное, на что еще раз обращаю внимание, это роль главы Киевской городской государственной администрации. Она должна быть не масштабной, не глобальной. Это не должен быть тотальный контролер от центральной власти, который будет принимать противоположное решение того, что принимает самоуправление города Киева. Потому что напомню, что глава города Киева и потом глава магистрата, который назначается, это тот же человек, что и глава города, он избирается киевлянами. Этот законопроект, он отменяет так называемые правки Януковича, которые, ну, по сути, вот говорилось о том, что есть правки Януковича, которые еще в 2009 году узурпировали власть в столице. Ну, фактически, они детализируют разделение власти в столице. Потому что, если раньше это был глава мэр и глава администрации, это, как показала история, могут быть два разных человека. Хотя это еще мог и Кучма применить, но он этого не делал. Уже Янукович на практике это реализовал. Ну, и фактически сейчас новый президент тоже это реализовывает. Но, возможно, переназначения так и не будет до новых выборов. Потому что, если это будет в декабре, нет смысла сейчас менять кадры. Ну, а разделение вообще полномочий, да, главы, мэра, администрации, насколько это целесообразно, учитывая, что, ну, может быть, опять же, конфликт между этими должностями? Только время покажет, насколько это целесообразно. Сейчас это выглядит как компромисс, потому что, с одной стороны... Ну, кто-то подает как компромисс, кто-то имеет противоположную точку зрения. Почему я задаю этот вопрос? Это один из самых таких тоже спорных вопросов, ну, о котором идет речь. Евгений, у меня будет просто риторический вопрос. Предыдущие годы, вот с 99-го года, когда существует закон, это 20 лет фактически, мы имели ясность и порядок с вопросом разделения власти в городе Киеве? Нет. То есть сейчас, дай бог, этот закон разрешит этот вопрос. И, слава богу, что есть механизм изменений. Если вдруг что-то пойдет не так, то есть большинство в Верховном Совете для того, чтобы поменять ситуацию. Но мы же прекрасно понимаем, что большинство в Верховном Совете, оно провластное. Если не будет команды свыше, то и решения, соответственно, не будет. Смотрите, я бы хотел вот еще поговорить о том, что есть вот такой нюанс, о котором говорят народные депутаты, что с принятием этого документа ситуация может ухудшиться. Потому что в Киеве появится несколько центров влияния, которые будут бороться между собой. И что не приведет ни к чему хорошему, что вы думаете об этом? Но что можно сделать, чтобы этого не было? Не случилось, по сути, конкуренция это будет что ли между собой? Или раздел сфер влияния? Я не соглашусь, что будет несколько сфер влияния, будет две. Это фактически избранные глава и назначенные глава администрации. То есть это две сферы влияния. Для того, чтобы не было потенциальных конфликтов, должны максимально четко быть прописаны полномочия главы городской администрации, для того, чтобы он не узурпировал власть в городе Киеве и не имел полный контроль над принятием всех решений. Должна быть автономия все-таки у Киевского городского совета и магистрата. Ну а то, что будут, например, восстановлены районные советы, да, этот же пункт тоже предусматривает закон о столице, не будет ли там между районами конфликта какого-то? Ответ тот же самый, в разделении полномочий. Раньше были районы, Киев функционировал, и, кстати, я считаю, что это правильно, что вопрос земли, архитектуры, благоустройства, мафов, тех же самых, в районе будет решаться в районе. И, кстати, там предусматривается механизм избрания депутатов по мажоритарной системе. Это означает, что ты точно знаешь, кого ты избираешь, он несет ответственность, и я выступаю за то, чтобы был механизм, чтобы этого депутата избавить полномочий, забрать у него полномочия и избрать нового. Это будет правильно. Если говорить о депутатах, вот я так понимаю, что в законопроект включен пункт о том, что состав Киевского городского совета установят в количестве 80 депутатов против 120, и количество депутатов районного совета установят на уровне 20 человек. Насколько эти изменения важны и на что они могут влиять? Ну, во-первых, если будет не 120, а 80 депутатов, это сбережет бюджет, само собой. С другой стороны, предусматриваются сейчас изменения, они будут касаться того, что, возможно, депутаты Киевского городского совета будут там работать на профессиональной основе, то есть будут получать зарплату. С другой стороны, если взять депутатов, которые сейчас работают, это общественная деятельность, но у них есть фонды на развитие своего округа. То есть, возможно, деньги, которые предусмотрены в фонде, они пойдут на зарплату, но тогда должен быть жесткий контроль над тем, чем занимается депутат, потому что сейчас он параллельно может заниматься бизнесом, общественной деятельностью, может работать в другом месте. Новый закон предусматривает, что это будет запрещено, но тогда надо, чтобы правоохранительные органы контролировать, чтобы это была работа, это была зарплата и не преследование своих личных интересов. А не будет ли такого, что с уменьшением количества депутатов может быть представлено меньшее количество интересов населения за счет, например, ну каждый депутат же, он по идее должен представлять какой-то определенный район, определенные интересы тех или иных граждан, а тут сокращение количества и, соответственно, сокращение представителей интересов населения Киева? В принципе, этот вопрос можно решить. Вы правы в том, что это может быть проблемой, но с другой стороны, для этого просто надо Киев разделить на округа пропорционально. То есть, то население, которое есть сейчас, не на 120 округов поделить, а на 80, и, соответственно, то количество людей, которые живут в конкретном округе, будет представлено своим депутатам в Киевском городском совете. Из того, что еще слуга партии, слуга народа предлагает в законопроекте, это вот так, вы уже сказали, что полномочия Киев-город-администрации передать киевскому магистрату, мэр в случае окончательного принятия документа будет возглавлять киевский магистрат, исполнительный орган КГС, и затем председатель Киевской городской администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины и координирует деятельность территориальных органов власти. Но, по сути, мы об этом коротко поговорили. Есть ли у вас что добавить по интересным моментам, которые также предлагает этот законопроект? Ну, в частности, он предусматривает, что община получает больше власти. То есть там четко прописано, что есть община города Киева, есть районные администрации, районные советы, община района и органы самоорганизации населения. Это очень важно, чтобы они дальше развивались, потому что это самоуправление на уровне микрорайона. Если к этому добавить управляющие компании, которые должны окончательно уже войти вместо ЖЭКов, и если там жители дома будут реально представлены, тогда мы сумеем получить контроль над тем, что происходит в доме. В частности, и вы, и я мы платим за коммунальные услуги, и достаточно значительная сумма идет на содержание дома и территории. Мы никогда не можем до конца понять, куда идут эти деньги. Вот если будут управляющие компании, органы самоорганизации населения, избранные нами депутаты в районе, тогда будет с кого спрашивать, куда идут эти деньги, и мы сможем их контролировать. Станислав, я вспомнил еще один такой момент касаемо этого законопроекта. Хотел бы, чтобы вы его прокомментировали. Это касаемо заключения главного научно-экспертного управления Верховной Ради. Они рекомендовали этому законопроекту вернуть его на доработку с обязательным пересмотром его концептуальных основ. Можно ли было с юридической точки зрения принимать этот закон без обязательного пересмотра концептуальных основ? Вот в частности сейчас перед вторым чтением это можно реализовать, пересмотреть концептуальные основы. Одна из важных вещей, которая должна быть согласована, это, собственно говоря, киевский магистрат. Он должен руководствоваться Конституцией и законами Украины, но в Конституции он не предусмотрен. Поэтому или другое название должно быть, или надо менять Конституцию, или во всяком случае должно быть решение Конституционного суда о том, что магистрат — это законный орган, который может работать. Других проблем с юридической точки зрения не будет? Вы знаете, у нас много законов прописано таким образом, что, на первый взгляд, все нормально, а потом получаются несостыковки. Поэтому только с практикой мы увидим, как это будет работать. Я же говорю еще раз, что можно вносить изменения в законодательство. Если что-то будет работать не так, можно будет поменять. Я вас благодарю за комментарии и разъяснения, потому что действительно очень важно объяснить и очень много горячих точек и дискуссий вокруг этого законопроекта. Но будем смотреть, что изменится ко второму чтению. Гостем программы «Лицом к лицу» был начальник Главного управления юстиции Киева Станислав Куценко. Я Евгений Огарков. Говорю вам до встречи в следующем эфире программы «Лицом к лицу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова